Не желай множества негодных детей, и не радуйся о сыновьях нечестивых. Когда они умножаются, не радуйся о них, если нет в них страха Господня. Не надейся на их жизнь и не опирайся на их множество. Лучше один праведник, нежели тысячи грешников, и лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых. Ибо от одного разумного населится город, а племя беззаконных опустеет. Много такого видела око мое, и еще более того слышала ухо мое. В сборище грешников возгорится огонь, как и в народе непокорном возгорался гнев. Не умилостивился он над древними исполинами, которые в надежде на силу свою сделали с отступниками. Не пощадил и живших в одном месте с лотом, которыми вознушался за их гордость. Не помиловал народа погибельного, который надмивался грехами своими. Равно как и шестисот тысяч человек, соединившихся в жестокосердии своем. И хотя бы и один был непокорный, было бы удивительно, если бы он остался ненаказанным. Ибо и милость, и гнев во власти его. Силен он помиловать и излить гнев. Как велика милость его, так великое обличение его. Он судит человека по делам его. Не убежит от него грешник с хищением, и терпение благочестивого не останется тщетным. Всякой милостыне он даст место. Каждый получит по делам своим. Не говори, я скроюсь от Господа. Неужели с высоты кто вспомнит обо мне? Во множестве народа меня не заметит. Ибо что душа моя в неизмеримом создании? Вот небо и небо небес Божие, бездна и земля колеблются от посещения его. Равно сотрясается от страха горы и основания земли, когда он взирает. И этого не может понять сердце. А пути его кто постигнет? Как ветер, которого человек не может видеть, так и большая часть дел его сокрыты. Кто возвестит о делах правосудия его? Или кто будет ожидать их? Ибо далеко это определение. Скудным умом думает так, и человек неразумный и заблуждающийся размышляет так глупо. «Слушай меня, сын мой, и учись знанию, и внимай сердцем твоим словам моим. Я показываю тебе учение обдуманное и передаю знание точное. По определению Господа дела его от начала, и от сотворения их он разделил часть их. Навеку устроил он дела свои, и начало их в роды их. Они не алчат, не утомляются и не прекращают своих действий. Ни одно не стесняет близкого ему. И до века не воспротивится они слова его. И потом возрел Господь на землю и наполнил ее своими благами. Душа всего живущего покрыла лицо ее, и в нее все возвратятся». Душа всего живущего покрыла.